Здравствуйте! В эфире программа «В центре внимания». Сегодня наш телевзгляд будет устремлён в северные широты, поскольку говорить будем о Русской Арктике. Одноимённый национальный парк окажется в центре беседы, а моим сегодняшним собеседником станет заместитель директора по охране Национального парка Русской Арктики Александр Кириллов. Александр Георгиевич, добрый вечер. Добрый вечер. История нацпарков в нашей стране достаточно молода. Как давно они появились и чем было вызвано их создание? История национальных парков, да, она действительно довольно-таки молода. Эта форма вошла в законодательство Российской Федерации с 1995 года с принятием 33-го федерального закона об особо охране в природных территориях. Это было вызвано следующими факторами. В советский период, во время Советского Союза, каждое ведомство, как правило, создавало свои особенные территории, особо охраняемые территории. С распадом Советского Союза эти территории были у каждого ведомства. У Минсельхоза, у Росы, у Лесхоза, у ГУПРа, у Главного управления природных ресурсов. И было решено их собрать во все единую форму, передать, если это природные территории, то передать Министерству экологии и природных ресурсов, как оно тогда называлось. И далее, когда их начали собирать, их условно разделили на заповедники. Самая строгая форма охраны. Следующая форма охраны — это национальные парки. Они могут быть только федерального значения. Самый главный смысл был создать некие резерваты, которые потом будут доступны для граждан и для развития познавательного туризма. И как бы посещать, показывать особенности природы в том или ином регионе нашей страны. — А в чем отличие заповедников от национальных парков? — Отличие самое главное заключается по степени охраны. Самая строгая степень охраны — это заповедник, где все действия научные проводятся по разрешению, по заранее утвержденным программам, минимальное воздействие человека на окружающую среду, на природу. В отличие от национального парка, которые изначально создавались, задумывались как для развития массового посещения жителей страны. Следующая форма охраны, которая была выделена, — это были природные парки. Это полностью аналог национального парка, но природные парки всегда регионального значения. То есть каждый регион Российской Федерации, каждый субъект может создавать свои собственные природные парки. — Давайте поговорим о Русской Арктике. Каков функционал этого национального парка и что его выделяет из череды других парков? — Функционал национального парка Русской Арктика, он, конечно же, полностью определённый и прописан в нас в законодательстве. Он функционал аналогичный с другими национальными парками страны. Единственное, что выделение его — это самый северный национальный парк. Севернее нас национальных парков не существует. Это парк первоначально, по своей задумке, проектировщиками предназначался для размещения на полярных островах, как острова Архипелага Земля Французь, по острову Виктория и северной конечности Новая Земля. Но в связи с тем, что есть ряд ограничений и правовых пробелов, был создан национальный парк, который включен на территорию Архипелага Новая Земля. И сейчас мы активно ведём работу по включению территории федерального заказника земля Французьева в территорию парка. — Если говорить о защите окружающей среды, то в северных широтах насколько велико влияние человека на природу, но и природы на человека. — Это очень интересный вопрос, потому что если брать предыдущие периоды, то влияние человека на природу было не так сильно, равно как и природа на человека, потому что по той простой причине, что человека там не было. — Они попросту не контактировали. — Да, они попросту не контактировали, за исключением редких случаев. Это полярные станции Росгидрометра. В последнее же время в связи с изменением ледовой обстановки в целом не берём. Этот год в этом году очень сложная ледовая обстановка. По наблюдениям метеостанции острова Хейса самое холодное лето за последние 20 лет. То увеличилась транспортная доступность, значительно увеличилась транспортная доступность. У нас заходят на территорию наши парусные яхты, двигаясь Баренцево море, проходя под парусом, заходя уже в территорию архипелага, они, конечно, двигаются под мотором. По вполне понятным причинам, потому что льда там, хотя и мало, но он всё-таки есть, и на парусах не так быстро можно увернуться от ледовых полей. И постоянно ставят рекорды захода яхт на север. Вот яхта, например, Литао, апостол Андрей, достигла широты 83 градуса. То есть это 7 градусов и северный полюс практически. И в ходе высадок, и в ходе посещения, конечно же, происходят высадки на островах, и как раз вот здесь вот сталкиваются интересы человека, интересы природы. Потому что животный мир, который обитает на архипелаге, они чаще всего людей в своей жизни не видели вообще. То есть они видят их в первый раз в своей жизни, и, честно говоря, мало это себе представляет, что с ними делать. Ведут также подтайки льдов, ухода быстрого льда, изменение циклов. То белые медведи, у них среда обитания морской лед, и они живут на морском льду, они порой остаются на островах, потому что они успевают на лед, и воспринимают человека, конечно же, как источник питания, как источник пищи, который еще при этом не сопротивляется, а стоит спокойно и пытается что-то там... Пообщаться. Да, пообщаться с ним это поближе. И второй момент — это освоение Арктики. Вторая волна уже освоения Арктики. Это разведочные мероприятия, изучение углеводородных резервов, которые существуют в Арктике. Только лишь изучение добычи в высокоширотной Арктике, где находятся наши опыты, не ведется. Там тоже есть небольшое столкнение интересов, но они очень, на самом деле, не так там все плохо, как шумят об этом некоторые активисты движений. Проблемы есть, но они решаются в оперативном режиме, в порядке, не причиняя ущерба окружающей среде. Насколько разнообразен животный мир нацпарка? Вот белые медведи вы уже упомянули. Я думаю, не ограничивается только этим. Нет, животный мир, конечно же, он очень разнообразен национального парка, заказника земля французского под видением... То есть заказник земля французского находится под видением национального парка. Довольно-таки большое количество видов, животных, растений встречается. Недавно на территории земли французского был найден новый вид. Новый вид вообще. То есть раньше внуки не было и известен данный вид насекомых. И данный комар получил название по архипелагу земля французского. Он так и называется комар французского. То есть комары даже в Арктике у нас живут, да? Комары живут даже в Арктике. Но насекомые — это самые неприхотливые животные, которые их можно встретить. В каких условиях работают ваши сотрудники? Все-таки, я так понимаю, это не офисный планктон, как принято говорить, да? Вы непосредственно в полевых условиях. Насколько интересна эта часть работы? Знаете, есть такая старая шутка у моряков, что берег дан моряку, чтобы он крепче любил море. То же самое, наверное, можно сказать и про наших сотрудников. Всегда, когда проводятся полевые сезоны у нас, в нашем учреждении, в нашей администрации, довольно-таки пустынно, остаются только лишь те, которые по своим функциональным обязанностям не смогут выехать, не могут, вернее, выехать, то есть это бухгалтерия. Но на территорию... Все остальные сотрудники, конечно же, находятся на территории, каждый по своему направлению. Если это отдел охраны, то он как раз занимается либо же сопровождением групп, либо же сопровождением работ, которые там осуществляются. Научный отдел работает по научным программам, которые у нас это выработаны, но также при поддержке отдела охраны, который осуществляет как и общихайственные функции, но и осуществляет также охрану самих научных сотрудников, потому что когда они увлекаются научной работой, они не смотрят по сторонам, это довольно-таки опасно. Они ловят комаров. Это довольно-таки опасно. В Арктике не смотрите по сторонам каждую 2-3 минуты. А почему вот такая неизведанно таинственная и в то же время опасна Арктика? То есть, казалось бы, рядом нет никого, можно расслабиться, наблюдать тех же комаров. Ну, рядом, если нет никого, то можно, конечно же, расслабиться. Где вот та самая опасность? Ну, если ты медведя не видишь, это не значит, что его нет. То есть, конечно же, это же все приходит с опытом. Когда в первый раз проезжаешь, чувствуешь себя... То есть, стереотип поведения большой земли не меняется, и порой приходится людей прямо за руку отлавливать и говорить ему, куда пошел, стой. Прежде чем выйти, посмотри это в окно. Прежде чем открыть дверь, не сразу же выходи на улицу, а посмотри, держа ручку двери, чтобы в случае чего можно было заскочить обратно, нет ли за дверью медведя. То есть, те самые белые симпатичные мишки, они же, это наш стереотип, как вы говорите, да, что они добрые и миролюбивые. И так бывает, очевидно, не всегда. Нет, конечно же. Я говорю, там зверь, который остается на островах, у него источников кормовой базы нет практически. Кроме ламинария, который выкинет штормом, либо еще какой-нибудь там, он что-то найдет, но это очень маловероятно. Те медведи, которые там, им посчастливилось залезть на птичьи базары, могут там птенцов в поздний период, либо же в ранний период яйца поесть у птиц. Ну и все. В принципе, у них разнообразие питания на этом кончается. Надо учитывать, что белый медведь, он отличается от бурого габаритами и размерами. Они достигают веса до 700-800 килограмм. А значит, и силой. И силой тоже. Для сравнения, сила удара лапы и белого медведя около двух тонн. То есть это довольно-таки ощутимо, и человек с ног это сбивает сразу же, но он еще и отлетает, при этом на плечное расстояние. И психология поведения белого медведя такая же, как и психология поведения у человека. Медведь в данных условиях является суперхищником. Человек в существующих реалиях является тоже суперхищником. Поэтому как у человека нет и естественных врагов, так и у медведя. Ну, кроме другого человека, так же и у медведя нет и естественных врагов, кроме как и остальных белых медведей. Ну, чтобы не совсем сгучать краски, да и не отбить у людей желание побывать, в том числе и в нас парке Русская Арктика, я хочу спросить, как обстоят дела с туристическим потенциалом? Ведь для той же Европы, где национальные парки уже существуют давно, путешествие по этим местам, это уже такое традиционное явление для людей. Вот чем мы можем привлечь туристов? Мы можем привлечь туристов первозданной дикой природой и разнообразием животного мира. Потому что только лишь на территории национального парка можно встретить некоторых видов животных, которые были истреблены в прямом смысле слова теми самыми норвежцами. Так, например, гриландский кит долгое время считалось, что это уже исчезнувший, практически уже на грани исчезания вид. Он в Красной книге? В Красной книге, конечно же, в международной Красной книге. Как вдруг выяснилось, что единственное место, где они сохранились, это как раз архипелаг земля французь, и именно русская Арктика является родильным домом для всех гриландских китов и гриландские киты за счет моратория и довольно-таки строгого режима охраны, который существует на островах, позволяет уже экспортировать данный вид на свои исконные места обитания. Можно увидеть на нашей территории это красивые птичьи базары. Есть даже такая, опять же, шутка о том, что хороший птичий базар слышно за 3 километра, не только по шуму, но и по запаху. Первозданная природа, уникальные объекты, ледники, айсберги, как откалываются айсберги. И это все есть на нашей территории. Более того, мы начали работы по организации музея под открытым небом на территории архипелага земля французь, на территории новой земли. Различные экспозиционные площадки, музейные площадки представлены. В этом году открыли почтовое отделение связи. То есть можно отправлять открытку, посылки, почту в любую точку мира с острова Гукера. Ну вот с почты понятно, а как попасть к вам? То есть куда-то можно позвонить, чтобы стать туристом национального парка «Русская Арктика»? Но, к сожалению, национальный парк не может являться туроператором в прямом смысле этого слова. Мы указываем услуги по развитию данного туризма, подсказываем, куда можно обращаться, где есть интересные места, что можно посмотреть и так далее. Рассказываем про данную территорию. Что касается туризма в Арктику, то этот сектор, он на самом деле находится у нас в стране в крайней степени зачаточном состоянии. Если туризм совершается, то туризм в основном такой спонтанный, дикий. То есть люди, обладающие яхтами, например, плавсредствами, они и сами идут в Арктику, берут, могут брать с собой пассажиров, чаще всего они именно так и делают. Показывают эти уже места, и дальше мы уже с ними взаимодействуем. Для стран Западной, Европы, там, Японии, Китая, это вполне в порядке вещей. И ежегодно проводятся у нас арктические круизы на больших круизных лайнерах, либо же на атомных ледоколах. То тогда маршруты прилегают уже через нашу территорию, где также с нашими гидами под контролем, конечно, под строгим контролем сотрудников национального парка производятся высадки на определенных местах заранее согласованных. И люди могут посмотреть все то же самое, все, что доступно каждому. То есть, например, те же самые сферолиты на острове Чампа. То есть это круглые камни, которые выходят из земли. Сколько вот геологов у нас было, профессиональных геологов, у каждого своя версия происхождения данных круглых камней. И не очень редко сходятся в эти версии друг с другом и готовы не до хребты спорить о том, как они образовались в природе и как они произошли. Мы говорим русская Арктика и отчасти подразумеваем новая земля и ее известный полигон. Вот такое соседство. Насколько близко? И не опасно ли? Не опасно. Абсолютно не опасно. Это потому, что производились замеры на плавучем университете, который на профессоре Полчанов в один из первых своих рейсов они брали пробы почвы, воздуха, воды. Они сказали, что все вполне в нормах, даже чуть ли не по нижней планке нормы. То есть это все чисто и это все не опасно. Ну и киты подтверждают. Ну и киты, конечно, уже подтверждают. Ну это один из китов подтверждают. У нас, конечно, гринландского кита редко встретишь. У нас больше не синий кит, полосатик. И что касается полигона. Там надо тоже учитывать, что испытания ядерного оружия происходили уже довольно-таки... Там Морторий наложен с 91-го... Там уже не ведутся. Да. И они очень далеко происходили. То есть если брать северную границу полигона до мыса Желания, то есть это основная объява базы национального парка на территории Новой Земли. Там расстояние составляет около 200-200 километров. На Новой Земле ведутся работы по ликвидации экологического ущерба от хозяйственной деятельности человека. На какой стадии эти работы сейчас? Что уже сделано? На Новой Земле работы ведутся уже второй год. Сделано уже очень много. Практически в следующем году думаем, что будем уже завершаться. То есть подрядчики у нас ответственные, исполнительные люди. Они это одним словом вам молодцы, можно сказать. Аккуратно подходят к проведению данных работ. Делают все быстро, чисто и аккуратно. На территории, вот мысль о желании прилегающих территорий практически уже все выполнено. На втором участке, который находится в заливе Наталии, работы начаты в этом году. Много уже чего сделано. И думаю, что в следующем году они это закончат. И в следующем году можно сразу же сказать, что первая арктическая территория, которая была 100% полностью очищена от накопленного в прошлый период экологического ущерба. Говоря о присутствии человека в Арктике, конечно, вы уже упоминали в том числе и работу геологодобывающих компаний, компаний, которые занимаются разработкой месторождений для последующей добычи. Нет ли у вас здесь конфликта интересов? Насколько тесно вы работаете здесь? Мы с этими компаниями, конечно же, сотрудничаем в полном взаимодействии, в контакте. При решении каких-то вопросов общаемся сразу же напрямую и им рассказываем, что можно, что нельзя на нашей территории. Они, соответственно, вносят коррективы все свои планы. И свои планы, помимо того, что они проводят общественные слушания, они также все эти материалы по своей деятельности направляют в национальный парк. То есть у нас нет партизанщины, когда каждый делает то, что ему нравится, в полном контакте. Планируете ли вы расширять границы национального парка, доходить, может быть, до самой, до самого полюса? Заманчивая, конечно, идея дойти до северного полюса, тогда у нас будет получаться, что то лишь два субъекта права в мире хотят захватить северный полюс. Это ФГБУ, национальный парк, Русская Арктика и Канада. Ну, захватить мы говорим в кавычках. Нет, конечно же, мы расширяться будем. Сейчас, как я уже сказал ранее... Но не столь масштабно. Давайте успокоим канадцев. Как я уже сказал раньше, конечно же, мы будем расширять территорию национального парка за счет двух территорий, за счет федерального заказника земля Франца-Руссифа и создание буферной зоны национального парка Русской Арктики. Там дело в том, что есть небольшой участок промежуток земли, очень ценный в биологическом плане, в той части, что там расположена переходная тундра. Она не была подвержена антропогенному воздействию вообще и никогда. То есть, это своего рода эталон. И вот мы как раз вот этот участок хотим присоединить тоже уже к национальному парку Русской Арктики, но в виде буферной зоны. В последнее время много говорится о потеплении климата, но вы упомянули, что в этом году лето было самое холодное. То есть, такие полярные мнения все-таки к чему мы идем? К коммунизму. Нет, мы на самом деле идем в трудную скорость, понимаете? Потому что если говорить про климат, то это многолетние режимы погоды, свойственные для одной конкретной территории. Погода сегодня такая, завтра она такая. Вот, например, текущая ледовая обстановка в последний раз была 20 лет тому-то назад. Что будет дальше? На самом деле, по прогнозным моделям это просто такой пик выскочил. Дальше будет так же, как было в предыдущие годы. Мое чисто субъективное мнение о никаком потеплении климата не может быть в речи. Потому что у нас это такой всплеск, который свойственен перед, наоборот, похолоданием. То есть, идет некая цикличность? Ну и также, можно сказать, еще академик визы работал как раз над этой проблемой. Мы, будучи самым полярником, участником экспедиции Георгия Ильича Седова, он тоже рассмотрел вопросы потепления и похолодания. У него там своя собственная версия есть. По данному поводу он говорил, что это все циклические колебания и как бы это все в порядке вещей. По данным светского периода, с зари освоения еще светского периода Арктики, было установлено, что потепление в Арктике началось, по данным Самой Лавича, в 1932 году вообще. То есть, период наблюдения у нас на самом деле маленький, чтобы делать какие-то глобальные выводы, время у нас покажет. Мы сегодня достаточно много узнали о Национальном парке. Вот если резюмировать нашу беседу, в трех словах, какая она, Русская Арктика? Красивая. Вы уложились одно слово. Спасибо большое. Заместитель директора по охране Национального парка Русская Арктика Александр Кириллов был сегодня в центре внимания. На этом программа подошла к концу. Всего доброго и до встречи в эфире. Русская Арктика Продолжение следует...